Всем привет, с вами подкаст «Базовый блок», это подкаст про блокчейн и его ведущий Сергей Тихомиров, Иван Иваницкий. Привет, друзья. И сегодня у нас в гостях Сергей Павлин из компании SmartDeck, наш специальный корреспондент подкаста «Базовый блок», который съездил в Нью-Йорк на несколько блокчейн-конференций, на блокчейн-неделю, и готов нам много интересного рассказать о том, что там было. Привет. Я здесь, здравствуйте. Да, Сергей, ну начнем со смолтока, как всегда. Как погодка в Нью-Йорке? Слушай, погодка в Нью-Йорке, на удивление, абсолютно такая же, как в Москве. Я прилетел из 20 градусов, в Нью-Йорк прилетел из 20 градусов московских, 20 градусов нью-йоркских. Потом, когда в Нью-Йорке начался дождь, и было 10, я позвонил родителям, они сказали, что там в Москве тоже 10, и тоже дождь. Ну, короче, там вот синхронно было, как будто не уезжал никуда. Это было забавно. А конфы сами проходили на Манхэттене прям? Не, конфы сами в основном как раз проходили в Бруклине. На Манхэттене проходил только консенсус, который коиндесский консенсус, и пара метапов. Причем даже большинство метапов были на самом деле в Бруклине, а не на Манхэттене. Слушай, меня как человека, который ездил на ЕТХ Денвер и испытывал стыд за песню Beedle, беспокоит вопрос, сколько раз звучало слово Beedle на этих конференциях? Мало, мало. Ну, я не знаю, я слышал, конечно, пару раз, но мне обходилось без этого. И ходл тоже практически не звучало, все, проехали уже, видимо. Это хорошо, мне кажется, это позитивный момент. Ну, может, это потому, что там всякие финансисты, которые в основном не про ходл, а про, я не знаю, трейдл. Спэддан. Ну, а какой новый тренд? Если не Beedle, то что теперь на коне? Слушай, ну, на коне, по ощущениям, сейчас финансы. То есть, сейчас у всех практически на слуху DeFi, как бы прикрутить токены к продаже чего-нибудь, как бы сделать классные биржи, как бы сделать финансовые инструменты, которые до сих пор не на блокчейне, сделать их на блокчейне, как бы лендить, научиться на блокчейне и так далее. То есть, вот речь практически про это шла на всех трех конфах. Слушай, а вот про токенизацию ты сказал. Это та же тема, что была там N лет назад, токенизируем все, или она под каким-то новым соусом подается? Вот смотри, да, у меня этот вопрос уже даже кто-то спрашивал. Мне кажется, история следующая, что, естественно, это примерно суть та же, что и была раньше, но сейчас она как будто бы приобрела более понятные очерченные рамки. То есть, сейчас уже речь идет о том, что давайте токенизировать все-таки конкретно real estate, например, или продажу каких-нибудь дорогих вещей, или какие-нибудь корпоративные, какие-нибудь штуки, типа там, нефть будем продавать, например, токенизированную или что-нибудь в таком духе. То есть, в общем, токенизация каких-то конкретных ассетов, назовем это так, которые, ну, как правило, дорогие и что-то такое более-менее либо корпоративное или дорогое. Вот я бы так это назвал. Мне тут вспомнился древний ролик с Медведевым, нарезка его интервью, где он говорит слово «модернизация». Постоянно понял, сладко? Модернизация, модернизация, модернизация. Модернизация и инновации к модернизациям. Так же можно сказать токенизация, токенизация и токенизация. Я напомнил статью, которую я вот только что прочитал, заглянув на один сайт с новостями Люксембурга, которую я читаю периодически, хотя я сейчас сам не в Люксембурге нахожусь, про то, что какая-то компания, фондовые какие-то трейдеры, что-то такое, внедрили блокчейн, но говорят, что для наших клиентов переход произошел незаметно, поскольку там буквально они сказали, что «we are standing in the middle of all customer transactions». То есть это как бы full circle мы сделали и обратно вернулись к «man in the middle». К «middle-man» так сказать. Но вопрос, который у меня возникает вот про токенизацию, люди, которые сейчас собираются внедрять. Как они решили или как-то они примирились с существованием проблемы тех же оракулов, которые мы объясняли, и вообще связью чего-то неблокчейнового с блокчейн-миром? Они как-то решают эту проблему? Смотрите, во-первых, хочу сразу сказать, что я предлагаю сейчас более-менее закончить на теме токенизации. Ее там было не так, что прям уж очень много, это явно не заглавная совершенно вещь. Но отвечу все-таки на твой вопрос. Мне кажется, что примерно суть была следующая, что сейчас все немножко успокоились на тему, как бы нам решить все-все-все, чтобы все-все-все сделать на блокчейне. Вот как бы нам решить эту проблему. Сейчас скорее, что на докладах, что на стендах, что от крупных компаний, что от каких-то там непонятных мелких компаний на стендах, везде примерно одна и та же речь. Да, мы понимаем, что все мы решить не можем. Мы вводим, по крайней мере, какую-то часть решения на блокчейне, которое наших клиентов устраивает. И наших клиентов устраивает, что что-то остальное не на блокчейне. Они этому источнику доверяют, например, там уже ораку, но они доверяют этому ораку, ораку. Не знаю, как больше нравится кому. Вот, и все. И поэтому, типа того, что, ну и бог с ним. Работает и работает. А при этом сама запись происходит в блокчейне. Это всех устраивает. То есть разговор скорее вот такой. Понятно. Ну, давай, может, тогда перейдем к конкретным конфам? Ты, если говорить про крупное, был на Fluidity, Ethereal и Consensus. Можешь вообще в чертах сказать, какая для какого аудитория предназначается? Кто там, сколько народу, какие в основном токи? Сейчас расскажу удивительный факт, который я отметил. Я как-то, когда туда ехал, у меня было представление, что конференция Fluidity будет в основном про, ну вот, собственно говоря, токенизацию, потому что как раз-таки организация Fluidity занимается токенизацией. И поэтому я ожидал, что там будет все вообще жестко про финансы, не будет ничего технического и все. От Ethereal я ожидал скорее больший упор в Ethereum, ну потому что это Consensus, потому что это Любин, и по идее должен был быть Ethereum, Ethereum, Ethereum. А от CoinDesk я ожидал, что это будет такая бизнес-конференция про весь блокчейн. В итоге на удивление оказалось, что все они три примерно одинаковые. То есть большого различия я в них не нашел. В Ethereal много Ethereum отнюдь не было. Я бы даже сказал, что его было довольно мало, ничуть не больше, чем на остальных. На Fluidity токенизации много не было, финансов было, ну, может быть, чуть побольше. То есть было MakerDAO, были всякие Uniswap, CyberNetwork и так далее. То есть все, что связано с Layer 2 решениями по обмену из блокчейна в блокчейн, по всяким там свопам и так далее. Ну, то есть вот такие вот вещи. Этого было действительно побольше. Но при этом даже вот эти доклады про те же Uniswap, например, они были достаточно технические, в общем-то. Консенсус, в общем-то, принципиально не отличался от того же Fluidity. Примерно схожий набор тем. Просто немножко самоконференция, даже не немножко, а множко больше. И поэтому все освещено чуть-чуть глубже, подробнее и более широко. Вот как-то так. Слушай, ну для меня ситуация, когда три, по идее, разные конфы стекаются к какой-то одной похожей модели, выглядит как некоторое вырождение идей. Это так или у меня ложное представление? Я скорее с тобой действительно соглашусь. У меня действительно вот за эту поездку было ощущение, что все примерно схлопывается к одному и тому же. Что давайте мы возьмем то, что на блокчейне происходит хорошо, а именно децентрализованные финансы, и будем, по крайней мере, в них стараться бить. А все остальное, ну, так по ходу дела будем смотреть, что получается. Окей, ну давай тогда более подробно поговорим про конкретные конфы. Расскажи про Fluidity, какие там были интересные доклады, может быть, каких-то ты людей интересных встретил. Так, давай я открою свои заметочки, потому что я даже что-то себе записывал по ходу лекции. Значит, Fluidity, да, как я и говорил, в основном все было посвящено преимущественно проектам, которые связаны с DeFi в том или ином виде. Самый, на самом деле, интересный доклад, который я ждал, это был доклад от Экзекьютива Trust Token, не помню, кто он точно, Тоги Райс его зовут, то ли CEO, то ли Founder. Он заявил четыре темы, все из этих тем были интересны, но меня интересовала наиболее сильно одна. Это была тема, а сейчас я вам расскажу, как это действительно работает, почему Trust Token, Stable Token, как мы обеспечим его финансирование и так далее. Он, значит, заявил эту тему, потом заявил четвертую тему про то, что четвертая тема будет будущее, что мы планируем в будущем. И потом такой, ну нет, четыре темы я рассказывать не буду, давайте мы поднимем руки на каждую из тем. Там первая тема никто не поднимает, вторая тема, там, две руки, третья тема, две руки, четвертая тема, сотни рук. Он такой, а, ну ладно, ну тогда я эти первые три темы просто пропущу все, просто слайды промотал и рассказал чисто про будущее. Это было немножко обломно. Из прям интересных, мне очень понравился доклад Uniswap, потому что он был технический, докладывал его Hayden Adams, который, собственно, фаундер и руководитель проекта технический. Он же сам разработал MVP, но у него там три человека работают, я с ним потом встретился и взял у него интервью. Можно будет посмотреть. Кстати говоря, да, можно сказать о том, наверное, что мы делаем видео. Да, 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 давай расскажем. У нас будет видео и, соответственно, будет, видимо, три видосика. В первом видосике я просто покажу первую общую какую-то ситуацию с конференциями, что там происходило, какой-то свой взгляд. Во втором будет, видимо, англоязычное интервью, в третьем будет русскоязычное интервью с некоторыми из гостей. Вот, собственно, сходи на... Я думаю, что к тому моменту, как этот выпуск выйдет в виде аудиоподкаста, видео мы уже, наверное, выложим на наш YouTube-канал, я так думаю. Так что ссылку предложим в описании и, дорогие слушатели, адресуем к видеорепортажу, который Сергей снял в Нью-Йорке. Вот, собственно говоря, Hayden Adams, я с ним пообщался, спросил, что у них происходит. И тут выяснилось, что это такой абсолютно такой проект одного человека, по большому счету. Он его придумал, ему кто-то сказал, обратись, напиши Виталику, обратись с просьбой Гранта. Ему дали Грант, он дальше на эти деньги продолжил этот проект развивать, но при этом проект выстрелил, очень всем нравится. Он рассказывал его технические особенности, как это все работает и так далее. Но об этом все можно почитать на Uniswap, я предлагаю здесь глубоко не углубляться. Идея в том, что они пытаются делать, соответственно, что-то типа Atomic Swap между блокченем. То есть делать транзакции между блокчейнами различных ассетов. Проекты очень поддерживаются всеми подряд. В частности, вот известная тоже площадка, я бы так сказал, для подобных межблокчейновых транзакций Кабернетворк. Она Uniswap хочет себе внутрь внедрить, дабы работать с ним в том числе. Слушай, ну давай действительно глубоко не будем погружаться, но вопрос, который сильно меня беспокоит во всех таких свопах. А между какими блокчейнами их предполагается делать? Потому что часто ответ, ну вот между нашими специальными блокчейнами. Смотри, в случае с Uniswap это вообще ситуация эфириумная. То есть он там хочет с помощью, ну условно через Layer 2 более-менее, то есть что-то типа плазмы, вот какое-то подобное решение, именно быстро трейдить различные ассеты на эфириуме. Ну в частности у него наиболее, то что наиболее его интересует, это переход из DAI в ИТХ. Это то, что наиболее интересно для конкретного его решения. И он говорит, что его задача это обеспечить большую ликвидность, быструю скорость вот этого обмена. Ну вот сейчас он говорит, что ликвидность канала DAI и ИТХ в данный момент это 6 тысяч эфиров, как он утверждает. 6 тысяч эфиров, а, в смысле всего канала. Да, 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 что на мой взгляд в общем довольно много. Ну 6 тысяч эфиров приличная сумма для того, чтобы там даже худо-бедно трейдить на ней можно там в небольших объёмах. Вот, соответственно дальше были, это был по сути единственный, наверное, проект, который был глубоко такой технический, где человек прям рассказывал, что он делает. На Fluidity в смысле. Да, 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 да. Остальное было скорее обзор. Ну то есть вот MakerDAO, например, они вообще ничего не рассказали про то, как это устроено, они просто рассказали, что это, что у нас есть контракты, что по этим контрактам вы закладываете эфиры, что по заложенному эфирам вы получаете DAI, что потом эти DAI вы можете там вернуть, что вы можете их торговать и так далее. Ну то есть вот какие-то общие вещи, скорее финансовые, нежели технические. В общем, технических вещей особо и не было. В смысле общую схему работы рассказать. Да, 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 да. Ну и надо сказать, что, к сожалению, к моему, это было, наверное, отличительной особенностью вообще всех этих трёх конференций, что я практически не помню ни одного доклада, где был бы какой-то технический хардкор, где мне бы рассказали, что, слушайте, мы вот за последние полгода сделали вот это и дальше показали какое-нибудь техническое нововведение про то, как хитро это сделано. Всё были обзоры, то есть даже если были технические доклады, всё равно это был обзор, просто обзор решений. Что это такое? Как оно работает? По сути, вот бизнесовый больше доклад, чем технический. Ну, насколько я понимаю, это укладывается даже не только в концепцию блокчейн New York Week, сколько и в концепцию New York в целом. Это же скорее финансовая столица, чем техническая. Да, я с тобой согласен, мне кажется, что они, в общем-то, примерно так и позиционировали в принципе эту блокчейн неделю, нежели там тот же, соответственно... Ну, какие-нибудь ETH Global Event, короче. Да, 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 вот тот же Париж, где я был, соответственно, там это была практически научная конференция. Здесь это была бизнесовая конференция, естественно, никто не вникал в подробности технических решений. Ну, а бизнесовые были какие-то инсайты, которые для тебя новая информация какая-то была с точки зрения бизнеса? Мне про Fluidity, наверное, здесь хочется сказать, что в первую очередь это классное место для того, чтобы просто пообщаться. Мне из всех этих трех конференций Fluidity чуть ли не больше всего понравилось, потому что оно было в один день, с одной стороны. С другой стороны, оно проходило в одном месте, там был всего один зал с докладами, соответственно, никуда не надо было бегать. Доклады все в целом были хорошие, то есть проекты сами по себе были интересные. Был Placeholder, это инвесторы такие, ну, достаточно крупные, VC-фонд, который один из крупнейших вот именно в этой области, завязанный на блокчейне. И да, вот, кстати, интересный был инсайд, такой, ну, скажем так, не знаю, насколько это инсайд, в общем-то, открытая информация, но я не видел ее. Про то, что показатели всех DeFi, известных проектов, они сейчас очень сильно растут. То есть, например, MakerDAO показали график, я даже где-то его приведу потом в видео своем, можно будет посмотреть. Там рост линейный, прям вот он идет, идет, идет ровненько на протяжении последнего года по объему вложенных средств MakerDAO. Всего в стейблкоины, например, был график про то, что стейблкоины изменились с 6 миллиардов в общем объеме до, ожидаю, 30 плюс миллиардов к середине 20-го года, там вот что-то такое. Значит, я перебью, я добавил, что для какого-нибудь VC-инвестора, если бы это был проект для инвестора, ему линейного роста было бы мало, ему нужен, знаешь, хокки-стик такой экспоненциальный. Возможно, не знаю, не хочу здесь как-то это сильно комментировать, я не сильно эксперт в инвесторах, но с другой стороны, они просто показывают стабильный, устойчивый рост проектов на протяжении более чем годового времени, что для блокчейновой сферы, где мы проходили такие дикие колебания, рост и падение и так далее, на мой взгляд, это круто. Ну да, особенно год же был не такой, что прям стабильный, поэтому если они на протяжении этого года сумели показать линейный рост, это в целом достойно. Да, то есть Maker растет, несмотря на вот все вот эти вот адские колебания курса, он просто вот стабильно растет. Это здорово, это вот интересная была тема. Вот, соответственно, из-за интересных рассказов, ну очень сильно пиарили на Fluidity и в частности потом уже в общем, пиарили Dapper, который мы вчера пытались с Сашей Селезневым поставить, надо будет посмотреть, чем у него это закончилось. Это что такое? Dapper – это от создателей CryptoKitties система, которая якобы будет заменять все децентрализованные приложения в коробке, типа того, что они сделали такой более удобный метамаск, скажем так. И хитрость в том, что они заявляют, что да, мы не делаем полностью децентрализованные решения, у нас ключи будут храниться где-то там у нас, вам типа ничего хранить не нужно, но если вы хотите играть в игрушки, не знаю, там что-то по мелочи покупать и так далее, то можете пользоваться вот этим нашим дарпером. Ага. То есть вот такая хитрая штука, но это опять же вот про то, что я говорил с токенизацией, что люди понимают, что да, мы не хотим все делать на блокчейне, но как бы типа это всех устраивает, и ладно, и нормально. Да, а пока вы будете играть в игрушки, а приватные ключи будут лежать у нас, мы будем их лендить в DeFi и зарабатывать проценты. Вот не исключено. Вот вопрос с DeFi нас вот заинтересовал, вот сегодня будем разбираться, что там все-таки, с DeFi в смысле вопрос с ключами, нас заинтересовал, будем разбираться все-таки, что там происходит у дайперы, где там все-таки приватники, потому что мы их вчера что-то сходу не нашли. Ну, будем искать. Я не знаю, если они там, может, их вообще там нет. Здесь должна быть шутка про то, что если вы играете в игрушки, то дайпер это как раз то, что вам нужно. Да, да, и еще вот напоследователь, наверное, по фолиде, то, что скажу из интересных докладов. Был один из фаундеров проекта Дхарма, тоже рассказывал про DeFi, и мне понравилась его фраза о том, что я эксперт, и то мне сложно TUSD из долларов купить. Ну, то есть даже люди, которые фаундеры или эксперты SEO в этой области, и то со сцены признаются, что ну давайте как-то уже делать все нормально, потому что даже я ничего не могу сделать нормально вот сходу. Да, 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 вот еще на ИТХ Денвер несколько таких было докладов, именно с демонстрацией того, что давайте теперь вот у нас есть там что-то, допустим, даже биткоин или эфир, давайте купим вот это. И люди показывают геморрой из там 20 шагов и говорят, ну как же так, почему так, так, давайте сделаем лучше. И говорят, вот мы сейчас сделаем, и не делают. Ну вот, наверное, по Fluidity все. Напоследок скажу, что конференция проходила в очень красивом месте, это просто чума, но вот кто видел, опять же, мои видео или фотки из нашего аккаунта в Инстаграме, там... А, в Инстаграме я не выкладывал, наверное, еще Fluidity. В общем, это все проходило в банке в старом, который, в Вильямсбургский банк, который основан в 1800 каком-то там году, 75-м что ли. Там какой-то космический совершенно потолок. Сейфовые двери выставлены пока с всякими крутилками, замочками и прочим. Туалет, я не знаю, извиняюсь, что про туалет, но он просто царский. Там реально кабинет, то есть там обои вышитые, лампы. Кошмар, я такого реально нигде не видел. То есть здание просто красотища. Находиться там было, конечно, очень приятно. Слушайте, а вы знаете, просто вспомнил к слову, не знаю, может слушать, Лим, тоже будет интересно, что я читал про экономическую теорию, почему банки себе строят шикарные здания и... Ну, вообще вкладываются в свои здания, хотя экономически это не совсем оправдно. То есть там не нужно столько пространства, не нужно столько лепнин, золота и прочего. Что они показывают, что, мол, если у нас есть деньги на вот это все благополучие, значит, у нас дела идут хорошо, и мы долго в этом бизнесе будем находиться. Ну да, да. То есть это своего рода proof of work, который доказывает, что ты... Или proof of stake, вот уж как посмотреть. Что ты готов потратить, значит, у тебя есть еще довольно много запасов. Это гибридное решение. Ты лет пять ввалил в постройку банка, и кучу денег ввалил в постройку банка, так что... Вот, вот, теперь тебе, чтобы это окупить, тебе нужно действительно быть в бизнесе и так далее. Ну, можно только порадоваться за людей, у которых такая стабильная экономика, что у них вот банк. Это здание, ты говоришь, 150 лет? Оно сейчас уже как площадка для ивентов больше. То есть это уже, я так понимаю, сейчас оно не работает как банк. Это сейчас public place. А, ну вот все-таки proof of stake не работает, как выясняется. Ну, они, возможно, переместились куда-то еще, я уж не знаю, что там с ним случилось. Окей, ну что, перейдем тогда к Этериолу? Да, давай. Там, ты говоришь, примерно такой же был контингент, такие же доклады, такого же размера, как я понимаю, ивент. Да, смотри, ну, ивент проходил два дня, а не один. Здесь уже были стенды, в отличие от Fluidity. То есть здесь были уже представлены спонсоры в довольно большом количестве. Был позорный стенд с крипто-артом, с фотографией Виталика, набранной из нескольких фотографий Виталика и сделанной голографически. С почему-то фаер-пушкой, вот этой вот огнеметом от Илона Маска, который NotBoring Company, не знаю уж почему они решили ее туда выставить. Каких-то шифропанков, нарисованных пикселями. Ну, вот все такого. Вот. Сцена тоже была одна, было еще в пространство. Мне кажется, форс вот такой инфантильности в эфириум-кругах заслуживает отдельного выпуска вообще, потому что мы, когда с Сашей Селезневым были на ЭТХ Denver, мы просто там фейспалмились. Ну, от того, что как будто бы специально какие-то они форсат мемы, какой-то арт там визуальный и песню даже сделали, такие нарочитые инфантильные. То есть вот мы такие ребята, нерды, но мы бидл и очень этим довольны. Мне кажется, они просто в мемы пытаются. У нас же все как бы культура мемов. Если они сделают цепкую песню, вот эту вот песню, да, они написали, она глупая, но мы при ней говорим, мы ее послушали все и так далее. То есть этот мем распространяется. Я бы даже так сказал, что эта песня теперь по запросу эфириум, это первый видос, который выпадает в гугле. О боже. Это печальный для меня факт. Ну нет, мемы можно, конечно, придумывать и форсить, но почему именно такие? Это загадка для меня. То есть может быть просто именно личность Бутерина так сильно на это повлияла, что он все-таки очень молодой чувак, немножко такой своеобразный, и поэтому хотят вот под него подстраиваться. Знаешь, может быть, моя гипотеза, что может быть они там сознательные или несознательные, они хотят казаться более дружелюбными, более каким-то человеческими, чем традиционные шифропанки, биткоины или еще более ранние криптографические тусовки. То есть мы как бы не анонимусы в масках, которые там хакают что-то, а мы такие вот дружелюбные чуваки, мы строим прикольные вещи и так далее. Слушайте, давайте тоже я там предлагаю дальше пойти, напоследок про эту вещь скажу, вот как бы инсайдерски, какое у меня было ощущение, когда я там находился. У меня было ощущение, что они скорее пытаются сделать как раз традиционный ивент. На традиционных ивентах часто есть пространство под арты, песенки и так далее, развлекуха, короче, какая-то. Когда ты приходишь, и чтобы тебе не так было скучно слушать доклад, ты мог еще погулять, что-то посмотреть. Вот у меня было ощущение, что скорее вот в эту область это все идет. В смысле, что они просто пытаются быть ближе к людям, скажем так, делать привычные для них вещи, и поэтому в частности делают вот подобные выставки. Но я зашел тоже погулял, посмеялся там, так улыбнулся пару раз. Ну, у меня две минуты заняло, естественно, там, но тем не менее. То есть для меня это не было пространством каким-то странным. Скорее странным был набор объектов, что, в общем-то, неудивительно, какие вы еще арт-объекты поставите под крипту, кроме каких-то странных Виталиков Бутыриных и так далее. Но тем не менее, сама концепция сделать какой-то арт, там аукцион еще потом был, продавали, где это все добро. Вот. Он в целом, ну, мне понятен более-менее. Это скорее вопрос в том, чтобы сделать понятное для людей событие, с понятным набором вещей, ценностей и того, что происходит. Вот мне как-то так показалось. Да-да, ну, нет, здесь я, конечно, соглашусь. На Этериэле с точки зрения технических докладов прям был провал. То есть прям ужас-ужас. Я в итоге ни одного технического доклада нормального, ну, либо не застал, либо действительно их просто не было особо толком. Вот. Этериэл шел два дня. Он был такой, наверное, наиболее дешевенький из всех конференций. Как-то вот по нему было такое ощущение. То есть еда была на футтраках, они ланч привозили красивые. И вся выпивка была платная. Ну, так вот. Я просто это, я не то, что мне там прям обидно, я просто обозначаю какие-то моменты, которые показывали, что конференция была более дешевая, скажем так. И находилась она просто черти где. Это район Red Hook. Такое место, куда от метро идти минут 20, в лучшем случае, в Нью-Йорке. Чтобы от метро идти минут 20, это надо находиться вообще черти где. Это порты, доки, какие-то грузовики. В общем, кошмар. Немножко страшно туда идти было даже. Доки 2. Доки 2, да. Вот. Значит, что там было интересного? Первая была панельная дискуссия, первым закладом, на который я попал, была панельная дискуссия от инвесторов, тоже, по-моему, фондовых, всеразличных. Не помню, кто там конкретно был, не так это важно, наверное, мне не то, чтобы это было интересно. Были следующие там инсайды, что в целом они будут выбирать те технологии, которые в перспективе будут работать дольше. Я эту мысль слышал еще в Париже. Мысль заключалась вот в чем. Почему те же банки там или еще кто-то не внедряют сейчас в блокчейн-технологии? Особенно на эфире. Почему они там, например, хотят свои блокчейны делать и так далее. Они внедряют их, а не потому, что они не уверены, что эфир будет такой, какой он сейчас есть через 10 лет. А им нужны технологии, которые будут работать точно так же через 10 лет. В этом смысле биткоин, например, плюс-минус всех устраивает. Потому что все понимают, что биткоин, скорее всего, не поменяется. Это та из причин, по которой и биткоин сам не хочет меняться. Потому что он хочет, чтобы банки понимали. Ну, банки, институционалы и так далее. Чтобы они знали, что эта технология принципиально не изменится. Вот. Соответственно, эфириум. Эфириум многим нравится. Вот, опять же, на панельной дискуссии на это обсуждалось, что эфириум, с другой стороны, нравится тем, что можно туда финансовые инструменты все внедрять, которые вообще, в принципе, сейчас есть. И что в теории, если эфириум придет к стабильности и на нем все будет работать, то эфириум может заменить собой, по сути, банковскую систему с точки зрения, опять же, всяких там акций, облигаций, закладных и так далее и тому подобное. Это интересная вещь, за которой все следят, скажем так. Поэтому и к дефи такой пристальный взор у любителей эфириума, собственно говоря. Слушай, а вот нет, извините, такой вот спонтан вопрос. Нету, ты не видишь противоречия или, может быть, участники, не видишь противоречия в том, что если мы рассуждаем в парадигме, возьмем традиционные финансы и принесем их, скажем, на эфириум в виде DeFi, нет противоречия в том, что традиционные финансы сейчас построены на предположении о частичном резервировании. А в криптовалютах такого нет, по крайней мере, в открытых. То есть все эти кредиты и прочее, то, чем банки занимаются, оценки рисков и прочее, это все базируется на предположении, что там энный процент людей кредит не вернет, и мы это покроем из других кредитов. Или там с энной вероятностью что-то там оботкрутится и так далее. То есть такие вот плавающие гарантии немножко. А в криптовалютах все должно быть четко. Интересный вопрос. Да, я понял. Я такого именно момента там не слышал, если честно, о нем не думал. Но примерно в схожей теме, вот к вопросу о противоречиях, уже потом на консенсусе был панельный доклад, панельная дискуссия институционалов, и в том числе там был представлен Дж.П. Морган. И я помню, что девушка из Дж.П. Моргана озвучила интересную такую вещь. Она сказала, что вот сейчас есть противоречие следующее. Мы, например, хотим делать дефи на крипте, там блокчейн, токенизация и так далее, чтобы у нас все наши ассеты были на блокчейне. Но есть проблема, что всякие легал требования требуют, чтобы был доступ к блэклисту. То есть чтобы в случае чего какой-нибудь там Центробанк условный или еще кто-нибудь мог бы сделать какие-то пометки в блэклисте и кого-то в него добавить, кого-то из него удалить и так далее. А типа того, что если у вас все на блокчейне, то у нас никакого доступа к блэклисту нет, поэтому идите-ка вы нафиг со своим блокчейном. То есть вот здесь идет явный раскос условно желания банков или даже разработчиков, там, да, деф-сообщества банков попробовать что-то сделать на блокчейне с желанием легала при этом этот блокчейн контролировать. То есть как бы они друг друга в этом месте не понимают, скажем так. Это же в чистом виде впрягание лошади в автомобиль, потому что блокчейн появился в том числе с целью censorship resistance. И тут чуваки говорят, как же так, мы на блокчейне не можем censorship сделать. Ну, потому что то, что делают крупные корпорации, они делают это не с точки зрения censorship, они скорее это делают с точки зрения immutability, вот. И здесь вот censorship их как раз не интересует, вот в этом, вот в этом суть, мне кажется. Соответственно, и последнее, что меня позабавило на этой панельной дискуссии, ведущая спросила, давайте вот последний вопрос. Если бы у вас был миллион, куда бы вы вложили, в биток или в эфир? И мне понравилось. Ну, там тоже все про long-term как бы говорили, что биток себе больше нравится. И кто-то сказал, что, ну, у меня дети, я по этому риска боюсь, поэтому я в биток вложился. Вот так вот. Ну и что, подожди, какое было распределение голосов? Все, по-моему, сказали, там 4 или 5 было соведущих. По-моему, один только что-то сказал про то, что, ну, если вот не long-term, там, я, может быть, подумал в эфир, но если 10 лет, то точно в биток. It's not an investment advice, как пишут все. Да, это не, естественно, это, да, тем более, это не наш даже призыв к инвестированию, это был гипотетический вопрос от ведущего, естественно. Да, и в итоге сошлись на мнение, что эфир 1x, ну, то есть, то, что сейчас у нас происходит с эфиром, он хорош для финансов, а для предложений не очень, но это было мнение, собственно, от выступающих. И что 2.0, они немножко опасаются, потому что не очень будет понятно, как он себя будет вести, опять же, вот в парадигме DeFi. И тем более для них непонятно, как он будет себя вести в парадигме приложений, потому что он и сейчас их в парадигме приложений не устраивает. Слушай, а вот это ты все по опыту докладов говоришь. Может быть, были какие-то интересные мысли и в личном общении? Слушай, в личном общении я бы не сказал, что я эту тему прямо уж сильно поднимал. Не, не обязательно эту, вообще любую, какие-то просто свежие мысли. Ну, свежие мысли у меня сведутся к тому, что я сказал вначале, что все пытаются уйти в область, либо использовать, давайте использовать эфир для финансов и особо больше ни для чего не использовать, а если мы хотим блокчейн использовать для чего-то еще, то давайте все-таки делать отдельный блокчейн, потому что эфир нас в этом случае не устраивает по тем или иным причинам. Очень много было блокчейн-проектов, которые были отдельные, то есть которые для любого минимального вообще желания сделать что-то чуть-чуть иначе, чем делают сейчас текущее решение, все начинают пилить свои блокчейны, потому что все сразу начинается, ой, нас эфириум не устраивает, потому что вот это, потому что вот то, потому что разработка не зависит от нас, а мы хотим привнести вот это, мы хотим привнести вот то и все. И поэтому давайте делать свой блокчейн, даже если нам нужно, не знаю, из эфириума менять в биткоин, мы все равно сделаем свой блокчейн и будем через него менять. Это вот как RSK сделал свой проект, это вот примерно вот об этом. Слушай, ну вот у меня сразу возникают два возражения, не то чтобы я топлю за эфир, Но были некоторые предпосылки к его возникновению, состоящие, во-первых, в том, чтобы сделать какой-то универсальный язык, чтобы одно к другому легко подключалось. И, во-вторых, в том, чтобы сделать какой-то универсальный набор майнеров, чтобы каждому не приходилось заводить свою маленькую сеть, которую будет легко атаковать. Вот как-то на эти возражения они отвечали, как-то они их рассматривали в своих заявлениях? Большие блокчейн-проекты утверждают, что у них достаточно много майнеров. Но вот если там недавний выпуск с Waves, собственно говоря, был, да, у нас, и они заявляли о том, что у них, ну, как они, не майнеры, да, они там как-то по-другому называются, или майнеры тоже, я не помню. Ну, неважно. В общем, участники, которые держат ноды, они заявляли, что у них их достаточно много. Вот крупные проекты, которые были представлены, они все заявляли, что у них достаточно много участников. Вот, и поэтому их это устраивает. А про эфириум они, например, говорят, что мы не уверены, что там децентрализация лучше сильно, чем у нас, потому что пулы и так далее. Вот такие моменты звучали. Это, на самом деле, ну, трудно сейчас с ними спорить, потому что их здесь нет, но, тем не менее, это звучит как не очень сильное возражение, потому что, ну, в любом случае их вычислительные мощности, ну, если у них там не proof of stake или что-нибудь еще, в любом случае их вычислительные мощности сильно слабее, чем там биткоин и эфир. И всегда возникает вот эта штука, что либо ты майнишься на каком-то специальном айсике, либо тебя атакуют. Поправь меня, Серж, если я ошибся здесь. Сейчас, подожди, ну, если ты майнишься на специальном айсике для SHA-256, и у тебя там мощность твоей сети – это одна миллионная от мощности биткоина, как раз тогда тебя и атакуют. А когда тебя не атакуют? Я помню, мы обсуждали какое-то… Знаешь, тебя всегда атакуют, если захотят. То есть тебе нужно для своего типа оборудования быть доминирующей сетью. Если ты не доминирующий, то тебя может атаковать доминирующая. Доминейт. Да, ну, вот. То есть у тебя должен быть, грубо говоря, какой-то свой тип оборудования, свой тип асика, правильно? Ну, как я это вижу, да. То есть понятно, что если это не так, то это не всегда приводит к атакам, но, условно говоря, если ты там одна из многочисленных GPU-майнабл-коинс, то если у тебя маленький хешрейт, то условный заумышленник может на найсхэше купить GPU мощности и тебя атаковать, как это и происходило неоднократно. Если ты майнишься на асиках для SHA-256, тогда тебе приходится конкурировать с биткоином за мощности. Понятно, что у биткоина их на порядке больше, и, соответственно, даже маленькая часть биткоин-майнеров, если вдруг по каким-то причинам захочет тебя атаковать, они тебя атакуют. То есть относительно, мне кажется, неплохой вариант, когда у тебя какая-то своя хеш-функция. Ну вот, блин, не знаю. Как-то, строго говоря, хорошего варианта-то и нету в смысле майнинга. То есть либо ты находишься в пуле этого GPU мощности, который арендуется, либо ты находишься в пуле асиков, которых очень много биткоиновых. Понятно. Ну ладно, было бы интересно, конечно, послушать их возражения, но, к сожалению, сейчас у нас такой возможности нет. Мне кажется, возможно, возражений бы особых и не было, потому что все пока, опять же, здесь, да, флер общий от конференции, что все условно концепции. То есть даже если это рабочий проект, все равно все смотрят в будущее. Никто не говорит, что сейчас у нас это все работает идеально. Все говорят, да, мы понимаем, что сейчас это маловато, но потом будет больше. Мы, не знаю, там, привлечем тысячу участников нот и будем все такие большие, классные и так далее. То есть никто не рассматривает в current state ситуацию, поэтому, возможно, они бы и не стали особо с тобой спорить, сказали бы просто, что да, мы понимаем хуже, но мы стремимся к светлому будущему, а там у нас все будет хорошо. Вот как-то так. Здесь мы закладываем не просто предположение, что мы будем крупными, а что мы будем самыми крупными, только тогда это будет работать. А это довольно смелое предположение, особенно если его делают сразу несколько проектов одновременно. Ну, согласен с тобой. Ладно, я думаю, что предлагаю оставить эту тему, поехать дальше. Согласен? Да, да, конечно. Есть ли что-то еще тебе сказать про ETH или перейдем к консенсусу? Давай я скажу две вещи еще. Первая вещь, это была панельная дискуссия, на которую меня просил зайти Серж, и я на нее зашел. Это был Layer 1 против Layer 2. Там принимали участие SEO Spanchain, SEO Multicoin и SEO Scala, ну, или экзекьютива, я там могу немножко с тайтлами путаться, извините. Она была, ну, довольно любопытная. В целом, я не очень люблю панельные дискуссии, это обычно такое пустотрепство, на мой взгляд. Ой, да, это чудовищно. Я, сколько я был на конференциях, ни разу не было интересного panel discussion. Вот, но это было приятное исключение, возможно, потому что там был SEO Spanchain, который просто очень веселый мужик, реально. Он ходил по конференции в плаще с драконом на спине, у него потрясающая борода. Да, вообще, он просто реально очень привлекает к себе внимание, очень харизматичный мужик. А не до сих пор все с розовыми волосами? Нет, он был черненький весь в этот раз, но прям от него исходил флёр с панчейтом. Ничего с этим не сделаешь. Класс. Вот, в общем, были озвучены следующие заявления. Первое. Общался с кучей проектов, все хотят переходить на Layer 2, потому что снижают косты. Вот, например, посмотреть на Uniswap, самый большой ликвидит, это сейчас один из классных проектов. И в текущем варианте, вот, имеется в виду, что Layer 2 решение скорее борется за дешевизну. Если мы смотрим, например, какие-то решения а-ля Uniswap, то ты можешь торговать через Uniswap, но в рамках трейдинга это всё долго, потому что, получается, мы ждём, пока откроется канал, мы ждём, пока найдётся человек, который готов с тобой поторговаться, ты с ним поторговал, закрыл канал и только после этого получил свои деньги. Если мы хотим торговать просто на эфире, это получается быстрее. Если мы хотим торговать там на бирже, например, то это получается быстрее. Извини, сделаю такую поправку, что, ну, понимаешь, что биржа централизованная, она всегда будет быстрее, но поинт же канала в том, что ты не должен открывать и закрывать канал на каждую сделку. Ты один раз подключил цикл, а потом ты уже там делаешь всё быстренько, не выходя из канала. Ну, естественно, это подразумевается, когда там будут тысячи и тысячи людей. А в текущем положении дел получается, что у нас пользователей достаточно мало, и из-за этого все Layer 2 решения в текущем варианте, они действительно довольно медленные. Но, смотрите, мы же как-то эту тему поднимали, по-моему, Вань, ты озвучивал, что ли, когда общались с HODL-HODL, что реально, если ты хочешь поторговать на HODL-HODL, ну, ты сутками можешь ждать, пока тебе там кто-нибудь что-нибудь поменяет. Ну, нет, тогда мы говорили о именно наличии офферов, то есть это не привязано к... Так это об этом речь и идёт как раз, что из-за того, что просто мало участников в сети, ты просто очень долго будешь ждать тех, кто вообще с тобой согласится в Layer 2 сейчас работать, вот в этом проблема. Вот, как-то мы немножко здесь подзависли, ну, ладно, давайте... Да, это, кстати, забавный эффект. Все говорили вроде, вот, блокчейн медленно и дорого, комьюнити такой, ну, ладно, вот вам Layer 2, юзеры такие, да что-то нет, спасибо. Ну, да, да, да. И там вот в этом смысле был интересный момент, как раз продолжающий вот эту мысль, про то, что, с одной стороны, последите за продуктами, через полгода выйдет около 10 интересных проектов на Layer 2, и что все Layer 2 технологии так или иначе всё равно будут адаптироваться под эфир, потому что эфир – самое большое комьюнити, самое большое количество проектов, поэтому даже если будет выходить Layer 2 на чём-то другом, всё равно будут стараться под эфир Layer 2 тоже перенести вот эту технологию, которую они сделали. и потом было интересное предположение, что я буду следить, типа, за соотношением пользователей в Layer 2 и Layer 1, если оно принципиально расти не будет, это кто-то сказал из выступающих, если оно принципиально расти не будет через, там, скажем, год-два, то я вообще перестану обращать на это внимание, значит, не прокатило, значит, пользователю не понравилось. А вот если рост будет продолжаться большой, то интересно будет. Вот был такой инсайд. Я сейчас делаю тут ремарку, что правильно имплементированный Layer 2, в нём невозможно количество пользователей подсчитать, если он не централизованный. Это всё общение происходит. Смотри, это интересный вопрос, который мы поднимали у нас внутри SmartDeck. Мы общались, собственно, с нашими разработчиками и техническими специалистами и думали о том, что это действительно проблема, которую по-хорошему надо решать. Ну, соответственно, здесь все заинтересованы во всякого рода Watch Tower, отслеживание количества транзакций внутри таких решений и так далее. Здесь озвучилась вот какая интересная проблема, она озвучилась не на этих конференциях, где-то ещё я про неё слышал, что в текущем мире для бирж принципиально сделать Layer 2 решения, в которых будет отслеживаться количество транзакций, потому что иначе они не смогут показать свою ликвидность, они не смогут показать объём транзакций, которые у них проходят, и они будут падать по рейтингам. Поэтому при текущих решениях Layer 2 биржи не захотят о них переходить, они просто потеряют в количестве пользователей, которые они могут показать, скажем так, и это для них огромная проблема. Zero knowledge proofы. Ты доказываешь свой volume, не показывая транзакции. Вот это идея для стартапа. Да, но там об этом была где-то речь. Была речь о том, что надо что-то типа Zero Knowledge делать, чтобы биржи могли видеть объёмы транзакций, и, например, просто количество пользователей суммарное там, сколько было, но при этом не показывать конкретные транзакции. Вот это одно из решений, которое всем требуется сейчас, на самом деле. Интересно, насколько оно им требуется, учитывая, что до сих пор биржи не смущались просто рисовать себе объёмы. Но они их рисовали всё-таки как раз за счёт того, что в текущих Layer 1 технологиях это можно было сделать. Что ты мог торговать туда-сюда и за счёт этого рисовать объём. А в Layer 2 ты не можешь торговать туда-сюда, и ты потеряешь как раз в этом и суть. Нет, подождите, биржи же, когда биржи говорят о своих объёмах, она, насколько я понимаю, она же не говорит об объёмах ввода и вывода на неё, она говорит об объёмах внутренних торгов. А поскольку эти внутренние торги происходят на централизованной базе данных, она может там написать всё что угодно. Ну да, вот об этом и речь, да. Ну точно, это такая ситуация с Layer 2. Они могут делать в Layer 2 какие-то транзакции и репортить. Мы сделали миллиард транзакций. И как бы верьте нам, так же, как вы нам верили, когда мы просто... Ну нет, Серж, это не совсем так. Всё-таки на бирже ты можешь смотреть ордербуки, ты можешь смотреть историю, и ты просто так не передашь число какое-то рандомное. То есть ты не скажешь, что у меня сегодня миллион пользователей провели транзакции. Подожди, ну здесь тоже будут ордербуки, просто будет, скажем так, сами транзакции будут потенциально исполняться на Layer 2 через каналы, а мэчинг и биды, аски, они будут где-то, ну, не на Layer 2, наверное. Или это прям всё ончейн планируется плавать? Ну если у тебя будет целиком децентрализованная биржа, то у тебя будет просто ончейн обмена и всё. Вопрос в том, что там... Окей, я думаю, что надо разделить два, на самом деле, понятия. Децентрализованные биржи, которые целиком живут на чейне, и обычные централизованные биржи, которые просто внедряют, скажем, каналы, чтобы транзакции проходили более быстро, какие-нибудь выводы происходили более быстро и так далее. Да, слушай, я тебя понял. Действительно, это point. Я о нём просто, если честно, не думал, а вот мысль про то, что мы не хотим L2, потому что мы не сможем показать объём транзакций, я такую мысль слышал. Вот, возможно, что люди там тоже думали вот именно в применении целиком децентрализованном и не думали вот о такой какой-то гибридной схеме, скажем так. Но, тем не менее, вот такая проблема есть. Так, возвращаясь к панельной дискуссии, значит, последнее про вот неё скажу, просто for fun, шутка. Значит, это было обсуждение, собственно, SEO Spank Chain и Multicoin. SEO Multicoin говорит, я не уверен в том, что эфир лучше всех. SEO Spank Chain. А кто говорит? SEO Multicoin. Ну, мне нравится какой-то другой блокчейн, я уж не помню, он там что-то другое сказал. SEO Spank Chain. И сколько там пользователей SEO Multicoin? Ну, пока Testnet SEO Spank Chain. Круто! И сколько вам заплатили за рекламу? Ну, то есть, чел такой прям провоцирующий. Класс. Ну да, назвался груздём, полезай в кузовок. Да-да-да-да-да. Вот, ну и напоследок про Ethereum. Доклад Джо Любина, закрывающий, послушал. По-моему, слово Ethereum он не употребил ни разу за свой доклад, если мне память не изменяет. У него был доклад «Привет из будущего». Он как бы выступал от лица себя в 2040 каком-то там году и рассказывал про то, вот как всё изменилось, как всё изменилось в мире. И что, если раньше у нас Facebook... Он провёл интересную аналогию, очень смешную, на мой взгляд. Он сказал, что вот, раньше были централизованные СМИ, а потом появился Facebook, и Facebook стал в какой-то момент, по сути, децентрализованным СМИ, потому что все могли писать, что хотели. А сейчас Facebook опять стал централизованным, и пора делать Facebook уже технически децентрализованным, а-ля Facebook на блокчейне. Вот, типа, давайте идти к светлому будущему с Facebook на блокчейне. Вот у него про это в основном. Вот такой вот доклад. Вот, в общем-то, собственно, про Ethereum, наверное, более-менее всё. Ну что, консенсус? Так, ну, консенсус. Консенсус, собственно, проходил в Манхэттене. Проходил он прям вот в центре некуда, по большому счёту. Hilton Midtown, там, Central Park 10 минут, Empire State Building 10 минут, Time Square 10 минут. Ну, то есть, вот прям самое пафосное место с этими всеми офисами, Rockefeller Building рядом. Красота. Hilton Midtown – дико пафосное место. Ну, окей, ладно, я просто, возможно, в таких местах не был. То есть, это прям люстры, лампы, огромные залы, всё за столами, регистрация проходила, было стоек, наверное, 25, я не знаю, на видео я снял, тоже покажу, как это всё выглядело. У каждого, кто на регистрации сидит, у там, девушка или молодой человек, менеджеры, на регистрации у них был свой монитор со своим сканером QR-кодов, всё это какое-то специально под консенсус сделанное. То есть, короче говоря, это просто столько денег, это просто какой-то кошмар. Ну, и билеты в этом году стоили до 2000 долларов. Стандартный билет для обычной компании стоил 2000. Тысячу для стартапов, 300 для разработчика, 300 долларов, но надо было показать свой код, свой твиттер, свой линкдин и что-то там ещё. Вот, и всё. Это ещё неплохое условие для билета за 300. Да, да, для билета за 300 нормально, но говорили... Ну, вот, у меня была проблема в том, что я CEO, и меня при любом раскладе не приняли бы за девелопера, потому что экзекьютивы не могут быть девелоперами. Вот такая у них политика. То есть, если у тебя в тайтле CEO, то ты не можешь получить девелоперский билет. Ну, так же, как и CEO, так же, как и CTO, видимо. То есть, неважно, что ты делаешь. При этом, ты можешь быть CEO в компании за одного человека, всё равно ты не получишь девелоперский билет. Такая история. Многие, кстати, прорывались на конференцию под видом медиа. То есть, многие из такой маленький интересный инсайт, что если у кого-то был маломайский какой-то бложек или ещё что-то, они шли под видом медиа, и там при этом пиали уже свой продукт. Или в прошлый раз, может быть. Да, 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 серьёзно. Платкаст, блог, видеоблог, всё что угодно. То есть, люди заявлялись как медиа и заходили внутрь чуть ли не бесплатно или с сильной скидкой. Что, про доклады? Да, давай про доклады. Да, значит, смотрите, там было очень много залов. Было много маленьких, на которые я не ходил никуда. И было четыре больших, ну или пять, пять, пять больших. Три, наверное, из этих больших залов были бизнесовые конференции со всем. То есть, там как раз вот было это выступление Дж.П. Моргана, которое я ранее озвучивал про институционалов. Там были какие-то ещё панельные дискуссии, токенизация. Вот это вот всё. Это всё было на третьем этаже. На четвёртом этаже было больше технического. То есть, там были как раз доклады про технические решения, про новые блокчейны, про новые продукты, про стейблкоины, как они работают именно, а не финансово. Ну, то есть, вот какие-то вот такие вещи. Это всё было на четвёртом этаже. Поэтому я благополучно практически с четвёртого этажа и не вылезал. Вот. Сейчас залезаю в свои заметочки и смотрю, что здесь было. Ну, как я и говорил, в основном все рассказывали про свои решения очень обзорно. То есть, это было типа того, что... MakerDAO. Что такое MakerDAO? Опять же, это вот у нас лендинг-контракт. Мы туда закладываем эфиры, получаем DAI и бла-бла-бла. То есть, вот всё было в таком духе. Значит, был доклад про субстрат, в котором довольно подробно рассказывали вообще про всё. То есть, про их архитектуру, про то, что это модульное решение, где не нужно писать свой консенсус, можно использовать разные, которые у них уже есть в их SDK. Можно соединять разные чейны, объединять их одним алгоритмом, не нужно писать стейт-машину, потому что можно выбрать из тех, которые есть у них. Ну, то есть, грубо говоря, они готовят такой полностью собираемый такой конструктор из различных консенсусов, из различных стейт-машин, рантайма, веб-ассемблей и так далее. Всё это вместе ты крепишь, подкрепляешь туда B2P, который, соответственно, позволяет транзакции осуществлять. У них есть какой-то гаджет, который называется смешным словом Grandpa, который позволяет генерализовать блоки для Proof of Stake. Ну, по большому счету, свою ноду организовывают для Proof of Stake. Какой-то ещё алгоритм для создания блоков BAPE, где они борются с временными расхождениями при создании блоков. То есть, короче говоря, очень подробно осветили архитектуру всю, которая вообще у них есть. Был доклад от одного из... Извини. Да. Здесь мы, наверное, отошлём слушателей к выпуску номер 71 с Николаем Вольфом. Был, соответственно, доклад от ребят из QEdit и в том числе выступал один из соавторов вайтпапера в Zcash. И он, собственно, рассказывал про то, куда сейчас двигается Zero Knowledge. Привёл примеры проектов, которых сейчас используется в ЗКП, там была интересная такая идея, что вот есть SNARK, это же аббревиатура, я вот сейчас не вспомню, как она переводится, кто-нибудь... Серж, не помнишь, как... Да, я помню, это Succinct Zero Knowledge Argument of Knowledge. Да, вот, и он говорил, что на самом деле можно, соответственно, по сути, из каждой буквы этой аббревиатуры убирать по слову и делать какие-то решения. Ну, типа, можно делать NARC, можно делать SNARK, можно сделать SNARK, то есть мы можем убирать каждое из моментов, которые в SNARK как бы указаны для того, чтобы делать более реализуемые на данный момент решения. У них не будет чего-нибудь из того, что должно было бы быть у полноценного SNARK, но типа того, что в ряде случаев это и не страшно, поэтому вот мы и предлагаем вот такое решение для таких случаев, такое решение для таких случаев, такое решение для таких случаев. Подробно здесь не записывал, предлагаю слушателям, соответственно, обратиться к докладу Эрон Тромер, Кью Эдит, вот, соответственно, он про это рассказывал, там можно более подробно про это почитать. Можно я поясню немного по этой аббревиатуре, собственно, какие здесь качества. Вот немножко странно, в самом деле, звучит то, что ты рассказываешь, потому что NARC именно сочетание вот трех характеристик, которые есть в SNARK, и позволили их реализовать в практической системе, такой как Zcash, что Sext это сжатые, то есть они компактные по размеру, в отличие от предыдущей конструкции. Zero Knowledge это, собственно, ключевое свойство, что не разглашается сама секретная информация, ты доказываешь ее наличие. А Argument of Knowledge, а не Proof, показывает, что у нас как бы то, что называется Proof, это на самом деле не Proof стопроцентный, а это некоторая пробобалистическая, опять-таки, гарантия, как в Биткоине, то есть ты доказываешь с очень-очень большой вероятностью, что ты знаешь некоторую информацию, при этом вероятность не стопроцентная, и за счет этого можно там математически эту конструкцию сделать более компактной. И на самом деле не очень понятно, как отсюда что-то убрать. Если что-то уберешь, тогда, ну, не знаю. Смотри, точно помню ситуацию с размерами, про то, что говорилось, что если мы используем какую-то систему, где у нас нет проблемы с огромным количеством транзакций, и у нас нет проблемы с тем, соответственно, сколько это все весит, и какого это все размера, то, соответственно, вопрос размера мы можем убрать. За счет этого сделать все немножко быстрее, проще и удобнее, скажем так. То есть вот про это точно была речь. Ну, здесь я говорю, я здесь предлагаю просто на самом деле послушать сам доклад. По-моему, видеозаписи с консенсусом мне казалось, что оставались, поэтому если кому-то это интересно, то можно вот здесь более подробно. Я, к сожалению, сейчас просто не готов это освещать более подробно, у меня вот есть просто записи вот в общем, которые остались более подробно, я этот доклад не записывал. То есть вот так, чтобы рассказать что-то детально, я здесь, к сожалению, спасу. Да простят меня слушатели. Значит, был доклад про блокстэк, который мне понравился в следующем. Во-первых, они на каждом своем докладе сначала показывали дисклеймер, потому что они сказали, вот мы работаем с legal корпорациями и еще чем-то и так далее, мы регистрируемся в секи, поэтому теперь у нас каждый раз перед выступлением будет дисклеймер. И давали такую минуту молчания, где народ читал дисклеймер, в котором написано, что если они скажут, что мы можем, мы внедрим и так далее, это на самом деле ничего не значит. Если они что-то пообещали, это ничего не значит и так далее. В общем, вот. И в таком духе. Значит, вообще в целом про блокстэк. Это платформа для генерации стартапов и приложений на, ну, собственно говоря, на их платформе. Это такая некоторая замена эфириума под как раз дапы, как они сами утверждают. То есть такая типа iTunes Store, ну, в смысле App Store или Google Play под дапы. Это как бы то, что они пытаются сделать. Какая у них позиция? Почему не сделать это же на эфириуме? Почему они делают свою платформу? Они утверждают, давайте делать приложение для Web3 на смарт-контрактах и максимально вносить, все выносить в off-chain. На on-chain делать, соответственно, только, ну, по сути, какие-то general вещи. А сами приложения будут как бы где-то в стороне вообще висеть. Идея в целом не новая. Мне кажется, она уже звучала не раз. И в том числе, мне кажется, мы ее вот примерно таким составом обсуждали, что давайте не будем пробовать заверять вообще все подряд в эфириуме или там где бы то ни было. Будем все-таки, игрушки пускай играются просто как обычные мобильные приложения, а если тебе нужно какие-нибудь вещи купить, то вот эта вот транзакция уже будет проходить через блокчейн. Значит, в чем их принципиальное отличие? У них не тюринг полный язык, в связи с чем они утверждают, что он формально верифицируется достаточно легко. В связи с этим, во-первых, это security, из-за чего они переживают очень сильно и говорят, что вот мы хотим сделать, чтобы у нас было все вообще максимально секьюрно. И здесь, опять же, я могу адресовать к подкасту с Waves, где они озвучивали похожую ситуацию, что мы типа боимся делать что-либо, что нарушит какую-то секьюрность, что мы все хотим делать с пониманием того, что это точно безопасно. И второе, это то, что они хотят точную оценку газ прайса. В отличие от эфириума, где у нас примерная оценка газ прайса, в блокстах они утверждают, что они, ну, собственно, если это не тюринг полный язык и с определенной архитектурой, в целом они могут сделать ситуацию, в которой у нас газ прайс будет оцениваться точно. Чего они и хотят добиться. Чтобы стоимости транзакции оценивались изначально однозначно. Сколько вешать в граммах? Что ты имеешь в виду? Это отсылка к рекламе из 90-х. А, ты просто, я думал, ты хочешь спросить, сколько газ прайса будет стоить купить криптокитис? Ну, примерно так, да. Ну, да, ну, да. А с какой у них консенсус? Не капчу консенсус. Есть консенсус? Слушай, а я к своему стыду и не записал. А вот я сходу не помню. Мне что-то подсказывает, что у них что-то BFT подобное. Вот, да. Вот я сейчас вот посидел, подумал, и возможно, что у них какой-то BFT. Да, я вот, что-то я прям, извините, выпал у меня это из головы. Так, про панельную дискуссию с JP Morgan я рассказал. Вот, собственно, там самый был... А, да, там интересный был инсайт про то, что почему вообще институционалы хотят переходить на что-то блокчейн подобное. Они говорят, что их проблема, то когда деньги приходят на счет в ходе каких-нибудь транзакций, проблема заключается в том, что бухгалтеры начинают спрашивать, ой, а что это за деньги, от кого они пришли, почему такие, почему столько, ничего не понимаем и так далее. Вот, и то есть одна из идей внедрения блокчейна заключается в том, чтобы более четко фиксировать транзакции, скажем так, чтобы точно было понятно, что это вот от этого пришло, это вот от этого в таком-то объеме, и никаких расхождений после этого нигде не появлялось. Это первый день, про первый день, наверное, все. Дальше день второй. Самым, наверное, громким выступлением, которое освещалось много где, я видел его в большом количестве новостных изданий по ходу дела, причем почему-то новостные издания заявляли об этом раньше, чем прошла, собственно, сама презентация. Это была презентация проекта LUMINA от RSK или другого проекта RIF, я, честно говоря, так до конца не разобрался, что там что. То есть есть вроде как RSK, это вроде бы платформа, но и компания, у них есть подразделение RIF, которое делает какие-то L2 решения, что-то типа того. В общем, они сделали кошелек LUMINA, и на докладе заявлялось следующее, что LUMINA – это некий аналог Lightning Network, который тоже работает на L2, но позволяет заниматься транзакциям не только в биткоине, а в том числе еще и всякие различные токены, всякие другие блокчейны и так далее. То есть типа того, что у нас под капотом тут чего только не будет. И сейчас они вроде как поддерживают там уже с десяток различных ассетов. Они показали непосредственно этот кошелек, у них там визуализация нот, как у них строится, значит, собственно, география этих нот, как у тебя строится география транзакции. Они показали, как в кошельке отображаются, собственно говоря, транзакции, объемы и так далее. Видео можно посмотреть, я вот записал, собственно, момент презентации кошелька на видео, его можно будет глянуть. Что меня здесь заинтересовало? Они утверждали, что ну вот мы токены в том числе из эфириума можем у себя торговать, типа того, что ну чуть ли не дай там можно, например, будет менять на биткоины через вот наше вот Layer 2 решение. Звучит неплохо. Звучит неплохо, только у меня возник вопрос, с которым я подошел потом уже к их стенду. Я спросил, ребят, ну все понятно, но если вы говорите, что у вас Layer 2 решение и вы имеете взаимодействие с биткоином, то у вас ETXO. Если вы взаимодействуете с эфиром и токенами, то у вас стейт-машина эфириумная с стейтами, соответственно. Как вы их, собственно, собираетесь мерзнуть-то вместе? После этого мужчина, к которому я подошел, отправил меня к их разработчику, потому что ответить мне на это не смог. Я дождался разработчика. Разработчик сказал так, покивал головой в разные стороны и сказал, типа того, что ну вообще у нас на самом деле не то, чтобы совсем Layer 2, мы делаем свое решение. Оно у нас основано, собственно, на нашем блокчейне РСК. По факту мы делаем Atomic Swap из биткоина в наши РСК решения. Там мы делаем транзакции, а потом меняем обратно это все в биткоины через бридж. И по сути происходит следующее. Чувак отправляет биткоины на наш контракт биткоиновский. Дальше биткоин с криптами мы это все отправляем, соответственно, в нашу РСК сеть. Дальше в РСК сети мы можем это поторговать, например, на DAI или еще на что-то. И дальше из РСК сети вернуть обратно биткоин с криптами, бриджем нашим обратно в биткоин и после этого отправить на адрес клиента. То есть, по большому счету, это на самом деле не разный Lightning. Это по большому счету Atomic Swap с таким, ну, близким к централизованному решению. Вот что на самом деле. То есть, схема на самом деле совершенно другая, но позиционируют ее они как чуть ли не замену Lightning. Вот такая хитрость. Это ты их мощно вывел на чистую воду. Я бы тут еще сделал два коммента по поводу Lightning. Что, во-первых, тут вспоминается мем с Морфеусом. What if I told you? What if I told you, что Lightning можно делать между разными блокчейнами? И, по сути, Lightning, ну, скажем так, идея фундаментальная, лежащая в основе Lightning, это HGLC, HashTime Lock Contract. То есть, любой блокчейн, где есть в языке функция проверки значения хэша и функция проверки времени, там можно имплементировать, соответственно, этот вот примитив, из которого строится Lightning. Будь то на UTXO и со скриптами, или на аккаунт-бэйс-системе. Другой вопрос, как из этого построить единую сеть, как делать раутинг и так далее. Но это уже некоторые вопросы другого порядка. В принципе, Lightning — это как бы и есть Atomic Swap, и только объединенная в такую сеть. Но, с другой стороны, если ты делаешь Atomic Swap между разными сетями, возникает проблема, то, что называется Free Option Problem. Когда-то мы ее, по-моему, уже обсуждали. Про то, что если я запер свои биткоины, а ты только собираешься запереть свои, скажем, эфиры, то, несмотря на то, что если сделка пройдет, она пройдет атомарно, действительно, у тебя в какой-то момент есть выбор, завершать ли протокол или нет. То есть, у тебя получается некоторый финансовый инструмент, я тебе как бы подарил. То есть, ты можешь выбирать, в зависимости от курсов, завершать ли протокол или нет. Ну, про это я уже не уточнял, но, тем не менее, я понял твою идею с Lightning, я, конечно, с этим здесь спорить не буду, это факт, но, тем не менее, я думаю, ты согласишься, что заявление того, что мы делаем Layer 2 решение, с тем, чем это на самом деле оказалось, все-таки немножко расходится. И здесь они, скорее, немного используют слабое понимание пользователей в том, что такое Lightning, и просто говорят, ну, это типа Lightning, и все такие, ну да, нормально. То есть, вот... Что косвенно показывает, что Lightning удалось построить относительно мощный бренд себя. Да. То есть, все на него так ссылаются и делают вид, что понимают, о чем это. Да, ну так более того, они даже говорят, что они там Lightning транзакции как-то хотят внутри себя имплементировать, типа того, что если ты на Lightning что-то делаешь, то ты можешь это через их кошелек тоже проводить. Вот, то есть, на самом деле, они вообще там собираются наградить такой прям огородик хороший. Вот, ну, посмотреть можно? Не, на самом деле, тем не менее, мне кажется, что этот проект в целом довольно интересный. Ребята, RSK довольно известные и популярные, много чего делают на биткоин-скриптах, закрендовали себя в этом давно, насколько я знаю, поэтому вот, если кому-то интересно, что делать на биткоин-скрипте, а тебе, Иван, по-моему, было это интересно, то, в частности, можешь на RSK, на самом деле, обратить внимание и глянуть на их решение. Да, спасибо, Сергей, посмотрю. Дальше был интересный момент. Внимание, вопрос. Бам! Доклад назывался блок-стрим-сателлайт. Была заявлена тема, как отмасштабировать биткоин на миллионы пользователей. Что же вы думаете, это такое было? Иван? Затрудняюсь ответить. Прошу. Ну, я просто знаю, поэтому мне очень интересно. А, ты знаешь, да? Да, да, конечно, я слежу за этим проектом. По-моему, очень такое... Отлично, отлично. Я просто не знал про этот проект, поэтому я услышал про него в первый раз. И после заявленной темы я очень удивился, когда узнал, что ребята запускают спутник, натурально, физический. Запускают спутник, делают свои гаджеты для приема сигналов, и, соответственно, их задача – это доставить биткоин туда, где его нет. Ну, то есть такая лампочка Ильича в виде биткоина, короче говоря. Вот, в общем, это было довольно забавно. То есть, они утверждают, что стоимость транзакции будет по-прежнему несколько центов через спутник, потому что накладные расходы на спутник не сильно-таки больше, чем, собственно, накладные расходы на транзакцию просто в сети. Вот, типа того, что она примерно того же порядка. Подожди, я вот немножко не понимаю, может, ты пояснишь? У меня такое было понимание, что они со спутника транслируют, собственно, блоки, и ты можешь, не завися от интернет-провайдера или от мобильного провайдера, можешь валидировать блокчейн. Но как ты без включения к обычному интернету отправишь транзакцию? Тоже на спутник как-то происходит? Да, 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 так и есть. Ну, слушай, у тебя, по сути, спутниковый интернет, в общем-то. Только ограниченный биткоином. Да, да, так и есть. Очень интересно. А есть какое-то понимание, сколько стоит такое оборудование, чтобы подключиться к этой системе? Слушай, стоимость именно передатчика я не видел, не помню, чтобы они ее называли. Я думаю, что это можно у них посмотреть. Ну, вот, собственно, блокстрим сателлайт, обращаю слушателей туда. Мне казалось, что стоимость спутникового передатчика интернета – это там порядка тысячи долларов. Вот что-то у меня был такой порядок цен, по-моему, на спутниковый интернет. Ну, а, соответственно, стоимость транзакции, они при этом говорят, что ничем не будет принципиально отличаться от стоимости обычной транзакции, как я уже сказал раньше. Вероятно, потому что она зашита в стоимость девайса. Ну, может быть. Что-то я прям тут так растянул свое недоумение, что не знаю. Возможно, возможно. Возможно. Ну, я думаю, здесь про ценообразование можно более посмотреть, более точно у них на сайте. Я еще, кстати говоря, не знаю, насколько это product-rated study, ну, в смысле, насколько они уже готовы это продавать, и насколько они цены объявили, возможно, нет. Они вот упирали на транзакции, просто на то, что именно они делают. Ну, звучит в любом случае интересно. Да. И дальше, когда там еще вот Blockstream докладывал свой доклад, мне понравилось просто, вот фоном понравилось утверждение. Какой-то разработчик сказал, что... Следующее утверждение, что все, что заверяет блокчейн, публично, точка, всегда, точка. Мне это понравилось. Ну, то есть, это такая достаточно тонкая философская штука. Не знаю, вот как есть у вас мысль на этот счет. То есть, я с ней скорее согласен. Сейчас я еще раз можешь повторить, а не... Все, что заверяется на блокчейне, публично, точка, всегда, точка. Все проверяется. Ну, типа того, что все, что мы действительно заверяем на блокчейне, это публичная информация. Ну, слушай, честно говоря, может быть, я контексты не понимаю, но мне это утверждение кажется очевидным. Ну, да. Мы не понимаем, что такое заверяем. Ну, имеется в виду, что если мы что-то... Что-то у нас доказано в блокчейне и... Ну, не доказано, в смысле, а что-то отмечено именно в нем, то оно действительно публично. Ну, да. Ну, если мы кладем plaintext, то, конечно, публично. Если мы кладем хэш, то, конечно, оно как бы... Мы на блокчейне в этом случае заверяем хэш. Понятно, что оно от чего-то там при этом получено. Ну, слушай, если у нас с тобой какой-то кастомный протокол, я положил хэш чего-то на блокчейн, окружающий публик это не знает, что вообще он означает, но какой-то хэш положил на блокчейн, молодец. Ну, да. Это же не публичная информация от этого. Наш протокол не становится публичным. Протокол нет, но заверили-то мы хэш при этом. Ну, то есть, это вот речь об этом. Ну, то есть, это такая, скорее, больше игра слов. Да, я понял, Вань, твою мысль, что это некоторое очевидное утверждение, что просто, собственно, в этом и суть блокчейна, что ты всему миру показываешь, что ты что-то заверен. Да, да, да. Вот. Но мне просто, я говорю, мне почему-то понравилась сама терминология. Это, на самом деле, было адресовано к некоторым людям, которые часто в таких, ну, демагогичных разговорах говорят о том, что вот мы сейчас, не знаю, проведем какую-нибудь скрытую транзакцию, какую-нибудь скрытую, скрытое приложение и бла-бла-бла, там в каком-нибудь государственном секторе и заверим это на блокчейне приватном. Ну, вот что-то такое вот. Ну, как бы, если ты что-то заверил на каком-то там приватном блокчейне, скорее всего, ты ничего не заверил. Ну, да. То есть, это вот было вот об этом речь, что хватит использовать приватные блокчейны. И, кстати, я вспомнил, что это была интересная мысль, которая была озвучена и не раз, и не два, про которую, по-моему, даже Сергей меня просил обратить на которую внимание в вопросах private и public блокчейнов. Таки услышал я эту мысль, что давайте отказываться от private блокчейнов уже. Давайте делать приватно-публичные схемы, где, да, в привате вы там что-то типа делаете, но все равно все выставляете в публичный блокчейн, анкорите все на тот же биткоин, эфир, ну, или если делаете что-то свое, все равно это публичное. То есть, не делать приватные решения целиком. Напрашивается шутка, что приватный блокчейн, он как морская свинка. Не морская и не свинка. Да, да. Ну, и вот фраза про то, что все, что заверяется блокчейном, это публичное всегда, это вот к этому на самом деле, что не надо пытаться что-то скрыть. Если вы что-то скрываете, значит, вы на самом деле это не заверяете. Вот об этом мы речем. Ну, это логично, да. Ну, я на самом деле про это еще на этом остановился, потому что вот как раз был вопрос от Сергея про подобные вещи с private паблика. Уже завершая консенсус, интересный был для меня, интересный был доклад Сергея Любича из Neo SPB Competence Center. Заинтересовал меня тем, что это ребята из России. По-моему, чуть ли не единственный действительно полноценный русский доклад. По-моему, еще выступал Сергей из Chain Security, CEO, но у него компания не позиционируется как российская, Chain Link, по-моему, и он сам, по-моему, уже давно не в России живет. А вот здесь ребята были из Питера, из ITMO. Они тоже говорят, что они все-таки типа потому, что интернациональные, но все представители этой компании Конферентный Консенсуси были русскими, питерцами и показывали систему для хранения данных для Neo. Такой достаточно близкий к научному докладу, не знаю, возможно, потому что ребята из России сразу такой, понятно, похожая манера презентации, поэтому, возможно, что я из-за этого так, для меня это было похоже на что-то из времен физики и конференции. Хардкорные русские программеры. Да, 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 да. А что вообще такое Neo? Neo? Это же некоторый аналог эфириума. Ну да, но можешь какие-нибудь расскажешь подробности, потому что я, кроме этой вот общей фразы, что это типа как эфириум, но не совсем, я ничего не знаю про него. Что там Консенсус, контракты? Они про это рассказали? А они же не Neo, они не рассказывали вообще ничего про Neo, они рассказывали про то, как они будут, как они строят архитектуру для того, чтобы коротко хранить данные на блокчейне, по сути. То есть здесь Neo, в общем-то, никак особо не звучало, что Neo, что эфириум, никакой разницы бы особо не было. А вся идея, по большому счету, была довольно простой, в том, что они просто очень обильно хэшируют все данные, которые у них хранятся, и поэтому, по большому счету, хранят хэши. Дальше у них есть какое-то хитрое хранилище с хитрыми распределенными нодами, которые это все хитро распределенно хранят, и дабы не хранить все и вся, они хранят именно децентрализованно, они хранят хэши, а дальше используют централизованные серверы для того, чтобы хранить информацию уже в виде полной информации, подтверждая то, что она там неизменяемая и так далее, именно хэши на блокчейне. Ну, то есть, вот общая идея была примерно в следующем. А суть того, что это именно Neo, там особой не было. Здесь вопрос в том, что они почему-то это решили делать на Neo, но, возможно, я с ними еще пообщаюсь и лично узнаю, почему они выбрали Neo. Завершая, наверное, уже консенсус со всем, последняя панельная дискуссия, на которой я был, это была панельная дискуссия, посвященная объединению блокчейна и HealthCare. Обратил я на нее внимание по той простой причине, что я раньше занимался фармой, и мне просто было интересно, на самом деле, что в этом направлении вообще происходит, потому что для меня это, опять же, вот лошадь впрягать в автомобиль в каком-то смысле, ну, типа, зачем? Вот. Но утверждение всех присутствующих было в том, что они прямо открыто говорили, что да, мы понимаем, что блокчейн тыкать куда угодно не нужно, и мы, в общем-то, сами не хотим, но здесь мы видим очень понятный кейс, который лично нам кажется адекватным. Поэтому они сказали, что, в общем-то, все три докладчика, там были разные корпорации, Humana, Civic и Hashed Health. Ну, вот, Humana, я про нее ничего не знаю, но просто слышал этот бренд, Hashed Health это что-то совсем новое, а Civic это довольно известный проект про попытку делать identity на блокчейне. Все три докладчика, в общем-то, примерно говорили одни и те же слова про то, что нам здесь нужно как раз делать вот это вот private public историю, то есть, с одной стороны, нам нужно приватно передавать информацию, с другой стороны, она должна быть публичной, в том смысле, что она должна быть в доступе у всех, кому почему-то захочется с ней взаимодействовать. Или если ты хочешь отдать, например, ну, я пациент, я хочу транслировать какие-нибудь данные одному врачу, а потом другому врачу, у меня должна быть такая возможность. Но при этом я хочу, чтобы это все полностью было скрыто от кого-либо, кроме них. Ну, то есть, это вот такой некий peer-to-peer, на то, что мы хотим попробовать сделать что-либо на бетче. История вот такая. Наверное, из интересных докладов более-менее все. А, вспомнил последнее, вот совсем уже последнее, что расскажу. Это тезис. Значит, тезис был большой доклад, такой, по местным меркам, потому что доклады были 15-20 минут, тезис, по-моему, был полчаса точно, может быть, больше. Там было два докладчика, сначала я даже написал себе онбординг-департмент рассказывает. то есть, там была девушка абсолютно бизнесовая, которая при этом рассказывала такие фразы, типа того, что вот у нас многие спрашивают роудмап, а у нас нет роудмапа, у нас есть роудмапы, потому что мы большой проект, и у каждого подпроекта свои роудмапы. Ну, то есть, короче, вода, 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 вода. Я такой слушал, думаю, боже мой, зачем вы это все рассказываете? Вот. Рассказали как-то в общих чертах основу проекта, и даже сказали какую-то интересную информацию, сказали, что сейчас, в настоящее время, 480 бейкеров, сейчас бейкеру нужно иметь как минимум 10 тысяч тезисов для того, чтобы быть бейкером, но собираются сделать обновление Афины, в котором сократить бейкеров до 8 тысяч, и заявляют, что после этого обновления будет полноценный паблик-воутинг. Зачем, майнеров называть бейкерами, это я понимаю, но Константинополь называть Афинами? Это я тоже посмеялся над этим, да. Вот. заявляют паблик-воутинг и говорят, что удвоят газ-лимит в транзакциях. Это вот из обновлений тезиса того, что они собираются сделать. И очень они говорят, что заинтересованы в разработке верхнего уровня языка над их Михельсоном. У них там Михельсон для смарт-контрактов, и они хотят поверх него какой-то удобоваримый язык для того, чтобы там на нем как раз смарт-контракты можно было писать. Так вроде они давно уже об этом говорят. Ну вот, все до сих пор не придумали. До сих пор это для них самая острая проблема, потому что об этом заявляла, что вот эта вот представительница онбординг-департмента, что потом выступал их уже непосредственно разработчик из Nomadic Labs, которая им делает Core, Tezos и кошелек. То есть у них на аутсорсе компания, которая для них работает, это официально заявлено, Nomadic Labs, они из Парижа. Из интересного. Собственно, выступающий от Nomadic Labs, их CTO, я так понимаю, сказал, что Tezos это не депоз. То есть все считали, что Tezos это депоз, а он прям крупными буквами написал. Надо понимать, что Tezos это не полноценный депоз. Потому что ваутеры выбираются непосредственно пропорционально стейквей, как-то там. То есть это в общем не то, что предполагается в... Погоди, секунду, но если у меня есть Tezos, я же могу кому-то делегировать, есть ли там процесс делегирования? Да, он есть, но при этом он делегируется как-то хитро, не так, как он должен делегироваться. Вот по идее, если мы делаем полноценный делегейтед proof of stake. Вот в этом проблема. Вот. И это хитрая штука, потому что до этого Tezos вроде как позиционировал себя как делегейтед proof of stake, они об этом заявляли. И у всех были к этому очень большие вопросы. В частности, мы когда сами в смарт-деке разбирали немножко Tezos, мы задались вопросом, что что-то так до конца и не поняли. Мы ничего, у них документация такая достаточно пространная, и мы так и не поняли, собственно, в чем фишка. Вот. И задумались, действительно ли это делегейтед proof of stake полноценный. И сейчас, когда я залез в документацию Tezos и посмотрел текущую редакцию, действительно там сказана какая-то очень хитрая фраза про то, что давайте определимся с терминами. Под делегейтед proof of stake все понимают вот это, вот это, вот это. Дальше там указана какая-то строчка о том, что это такое. Но в этом смысле у нас депоз, но на самом деле не соответствующий тому депозу, который подразумевается у всех. Вот. Здесь я предлагаю посмотреть документацию Tezos, и я вот сейчас сходу, наверное, так не скажу. Сами придумали определение и сами решили, что они ему не соответствуют. Да, да, типа того, вот. Потому что у них делегирование действительно происходит как-то не так, как это подразумевается, когда мы говорим про делегирование. У них оно как-то происходит пропорционально стейку, что ли, вот что-то в таком духе. Какой они поинт пытаются сделать? У них не депоз, и что? Ну, при этом... Почему это должно быть важно? Почему это должно быть важно? Видимо, потому что к ним пристают с тем, что у вас депоз, а они наконец решили сказать, что ну ладно, окей, у нас не депоз. Ну, вот примерно так. То есть они уже назвали майнеров бейкерами и теперь хотят депоз чем-то еще назвать? Это, видимо, их последовательная стратегия. Может быть и так. Мне кажется, это не только их стратегия, это же очень популярно, взять какой-нибудь термин и переименовать его для своего блокчейна. Мне реально показалось, что хитрость была в том, что просто к ним стали все докапываться с тем, что ну у вас же не депоз, хотя вы утверждали, что у вас депоз. Вот. И они решили теперь публично сказать, что ну нет, у нас не депоз. Вот. Еще из интересных вещей, которые я с Тезосом уже лично пообщался, я вернее после доклада задал вопрос, что вы делаете с рандомностью? Вот. И мне, собственно, разработчик, который отвечал, он сказал, что ну, да, мы понимаем, что есть такая проблема, давайте я лично вам отвечу потом после доклада. Собственно, подошел ко мне лично, начал мне расписывать ситуацию. По большому счету, естественно, у них проблема рандомности до конца не решена. Ну, то есть, это та же самая проблема, про которую Сергей, ты где-то в каком-то выпуске освещал, по-моему, да? Был выпуск? В каждом выпуске я освещаю. Отлично, да. Не, ну, был прям подробный-подробный, где ты про... Как же у тебя был отдельный... Мне приходит в голову ура-борос? Да, да, да. Да, да. Но эта проблема, она фундаментальная, это же не просто... Не просто люди не могут код написать, а это в принципе не очень понятно как решать. Ну, в данном сеттинге с полностью открытым участием, с дизитализацией и так далее. Да, да, конечно, конечно. Вот. просто эта тема, естественно, аккуратненько скрывается, и вот публично они ее стараются не освещать. Вот. Они пытаются делать какую-то псевдорандомность, хэш, делим его на кусочки, затем берем какой-то случайный кусочек, который мы взяли там из предыдущего хэша блока и так далее. Ну, вот, в общем, что-то такое, они какой-то огород городят, тем не менее, он сам говорит, что, да, мы понимаем, что там всех проблем это не решает, что мы над этим типа дальше работаем. Ну, собственно, все. Вот. Если есть какие-то вопросы, коллеги, чего еще интересно узнать? Да, слушай, у меня еще было пара общих вопросов. Во-первых, правильно я понимаю, что про биток особо не говорили ни на одной из конференций. Да нет, слушай, почему? Наоборот, как раз-таки, то есть докладов конкретно про биток было не так, чтобы много, скорее, ну вот там, пример был про RSC. Но вкладываться все хотят в него. Да, но вкладываться все хотят в него, но типа того, что при этом по количеству звучавшего слова биткоин скорее отменить немало. То есть все оставят на биткоин, грубо говоря, как на ведущую так или иначе криптовалюту. Я бы еще добавил по поводу биткоина, что проходила же еще правильная конференция, на которой, так я понимаю, не был, но я начал смотреть ее видеозапись и тоже о студии я нарисую, Magical Crypto Conference, где было немножко больше такого шатрафанка, там было много про Lightning, много про какие-то privacy coin. Это было все примерно там же тогда же, так что ее тоже можно посмотреть. Окей, Иван? Да, ну и, наверное, завершающий вопрос, как, на твой взгляд, Сергей, зачем стоит и зачем не стоит ехать на такие конфли, как, ну, consensus, ethereal fluidity? Чертовски хороший вопрос. Итогом для меня, наверное, слушало то, что чуть ли можно было не съездить на одну, например, какую-то конференцию типа fluidity, просто пообщаться с людьми, посмотреть, кто чего делает, потому что там вот как раз нетворкинг был очень классный, то есть там вот подходишь кому угодно, разговариваешь, все ненапряжные, все спокойные и так далее. На consensus все что-то куда-то бегают, очень много людей, к тебе постоянно кто-то подходит, кто-то что-то от тебя хочет, поэтому вот просто нормально пообщаться там было реально сложновато. При этом какой-то прям принципиально новой информации, что от Coindesk, что от Consensus, ну то есть от ethereal, соответственно, я там не получил по сравнению с ethereal, потому что все равно это все были презентации проектов, которые я могу и в интернете почитать, а вот собственно понять вайп, что происходит и так далее, для этого в общем-то плюс-минус было достаточно и за один день fluidity. Конечно, если мы говорим про бизнес и мы ищем там заказчиков, партнеров и так далее, то Consensus by Coindesk это, наверное, одна из лучших вообще конференций, которые я могу себе представить, потому что представлены все крупные проекты, огромное количество людей и подойти пообщаться, познакомиться, запичить свой проект, найти инвесторов и так далее, ну пожалуйста, вперед. Сейчас на Consensus были представлены IBM, Microsoft, JP Morgan и, наверное, кто-то еще был из крупных, ну то есть вот крупные игроки уже начинают окучивать эти конференции, потихоньку раньше их не было. Слушай, ну круто, спасибо тебе большое, ты прям подробные рассказы нам сегодня подготовил и видосы снял, мне кажется, у нас должно быть в итоге благодаря тебе самое полное русскоязычное освещение New York Blockchain Week. Да, спасибо парни, но я старался что-то записывать, прошу прощения за, возможно, там неполноценное освещение некоторых технических тем, просто на все немножко не хватало головы, потому что очень все бегло поверхностно и, ну просто не успеваешь сконцентрироваться на какой-то теме, да и конфи, судя, потому что я тебе сказал, не особо сконцентрированный на техническом. Да, да, ну тем не менее, вот, ну по крайней мере постарался действительно охватить и какие-то вопросы, которые вы задавали, постарался на них обратить внимание. Класс, спасибо. Ну и слушатели, еще раз адресуем к видеорепортажу, который, я думаю, уже будет выложен до момента, как вы это слышите, так что в шоу-ноуты смотрите по ссылке виды Нью-Йорка и лица людей, которые на этих конференциях были и рассказывают интересные вещи. Да, ну что, всем спасибо, спасибо слушателям, спасибо зрителям, что следили за этой блокчейн-неделей в Нью-Йорке. Спасибо, Сергей. И второй Сергей тоже спасибо. Сергей, завершай. Да, завершаю. Все, большое спасибо, что зашел. Это с вами был подкаст «Базовый блок». У нас в гостях был Сергей Павлин, наш специальный корреспондент. Всем пока. Практически из Нью-Йорка, кремяком. Это был подкаст «Базовый блок» и выпуск 74. Иван Иваницкий, Сергей Тихомиров. И подписывайтесь, пожалуйста, на нас. У нас есть сайт BasicBlockRadio, там можно все скачать, все послушать и прочитать все шоу-ноты. Аккаунты ВКонтакте, в Твиттере, в Телеграме BasicBlockRadio и BasicBlockRadio чат. Это чат в Телеграме, где можно поболтать на темы, связанные с блокчейном. Также у нас есть YouTube-канал, также у нас есть Instagram, тоже BasicBlockRadio. Ну и, собственно, все. Спасибо большое за внимание и до следующего выпуска. Субтитры сделал DimaTorzok